Дзенскому монаху и художнику Сенгая, который распространял учения при помощи нередко карикатурных и нарочито наивных рисунков, принадлежит одна работа, которую сложнее всего интерпретировать, несмотря на то, что на ней всего три геометрических фигуры. Это квадрат, треугольник и круг с надписью с левого края «Самый старый храм Дзен в Японии». Работа хранится в галерее Едемицу. Дело в том, что храм Шо Фу Куджи, возведенный Исаием в 1195 году, считается самым первым храмом Дзен в Японии, что подтверждается статусом, дарованным ему 82-м императором Японии Готоба. Как видно, никаких других подписей и хоть как-то объясняющих смысл изображенных этих объектов иероглифов нет. Для искусствоведов и исследователей творчества Сенгая по сей день это самая трудная задача. Многие из них склонны интерпретировать круг как совершенное пробуждение к природе Будды, а квадрат и треугольник – вехи на этом пути. Другие склоняются к идее сжатого космоса, когда он предстает в виде простых фигур, не вызывающих противоречивых ассоциаций. То есть квадрат, треугольник и круг – это просто квадрат, треугольник и круг и ничего более. У японской поэтессы XVIII века Чиони есть такое хайку. «На круг Луны гляжу, откинув край москитной сетки». Москитная сетка представляет собой четырехугольную ткань. Откинутый один ее край превращает ее в треугольник, откуда можно созерцать круглую Луну совершенного пробуждения. В 1988 году монах Школы Чистой Земли Куга Ямамото написал следующую работу, состоящую из набора чисел «1, 2, 3, 4, 3, 2, 1». Она описывает процессы раскрытия природы Будды или витальной энергии Будды. «1, 2, 3, 4» – так ширится присутствие в нашем сознании Будды, неизмеримой жизни и нескончаемого света по имени Амида. А «4, 3, 2, 1» – укрепление этого, присутствие и всецелая поглощенность им, когда все ваши действия и намерения освещены ярким сиянием Будды Амида. Таким образом, эта схема – нисходящие и восходящие этапы практики буддийского учения. Ямамото Кугай объяснял их иначе, при помощи треугольника, где единица означает источник всех вещей, жизни или же единое по Платону. Если несколько видоизменить эту схему, получается нечто похожее на работу Сенгая. Тогда квадрат символизирует всех живых существ. Треугольник – восходящие и нисходящие этапы буддийской практики. А Луна – совершенное пробуждение Будды. Продолжение следует... Продолжение следует...